Приветствую вас всех, шановные господа, с вами я, для дружины университета. Сегодня мы в Пишиниу проводим лекцию «Просторы» и она уже заслужила увагу культурных людей Минска. Тут проводятся шматрики, текавые мероприятия, и вот сегодня мы тут. А где бы ни проводили, ни какими бы новыми местами, все равно завсюду там, где мы, в это просторы университета. Сегодняшний шановный дектор особо ведомый, шанованный, ауторитетный не только для историков. Усе то, что тычется становлении и развития белорусской историографии незалежных периодов, пошеп новых подыходов, распроцовка цикавых концепций, а так само и дейностной корысти формования национальной самосведомости сучасных белорусов. Это истворение нарративу исторических падений, фактов, не только и минулых, а и сучасных, вельми важных для успеха, усведомления белорусами себе, как нации. У одной из двух интервью, якея мы традиционно рыхтуем, вероятно лицей, сегодняшний промоутсан сказал про областную историю, что в вынеку обытаниях экспедиции областной истории створаются, звычайно, некольких историй, ну, как минимум две. История про того, кого доследуешь, вы тое, что доследуешь, и история тех, с кем разговляешь, сучасных людей, их святомости, их погляду на жизнь, их приоритетовую каштонность, сходу, с якими они оценивают исторические факты и падения. Вот, если попробовать то же самое променять до сегодняшней лекции, я бы сказала, что сегодняшняя лекция – это совмещение нескольких историй, я вот назову, про навси четыре. Это и история про скерманду и по лесу, тое, что меня это тема сегодняшней лекции, а это история про историю, а докладно про вручную историю, про цикавые исторические подходы, методы, которые уже достал свою увагу у замежных доследчиков, и которые отбаювают, отстывая свое место в белорусской исторической науце. Это их история, что самое интересное, история про самого лектора, его шлях, позицию, святоповлет, а так само про то, как сегодня бачить свое место в культуре. И эта история про нас с вами, слухачок, про то, как мы с вами сегодня здольны убачить эту шматку зровневостей истории, насколько здольны совместить, найти некие соотносины помеж этими историями, насколько здольны быть актуальными сегодняшнему контексту белорусской культуры и на кольке моим амбиции навод уплывать на развитие сегодняшней культуры. По причинам я представляю сегодняшнего лектора, доктора исторических наук Олеси Смоленчук. Какие ласка? Халибас пробовать без микрофона. Дякую за то, что меня так представили. Прямо было чуть-чуть. Подеюсь, что история про самого лектора сегодня не будет головной. Все же такие, хочется, как доминовала история про Скирмантов, история про устную историю. И сегодня будет говорка. То есть я хочу сегодня расповести про род Скирмантов, про можливости в устно-историчного доследования и гисторичного доследования с родками в устной истории, про такой память, про якого заховали же горы колледжских Скирмантовских уладанию на Полесье. Ну, память с редко людей сяга, одолея там другого-третьего поколения, вот в межвоенный час заховало всю память и вельми добро. Ну и те пытания, на которые я хотел бы сегодня попробовать отказать, это пытание, во-первых, что нам дает для разумения истории Беларуси в улучшении рода Скирмантов. Сама история Скирмантов, что она дает для нашего разумения минолога Беларуси. И вот, какие можливости дает устная история для, как на керу на гисторичного доследования. Ему же пошло с сюжета, каким, ну, каким логичным было бы закончить, может, сегодняшнюю лекцию, сюжета, связанного с забойствами Скирмантова в 1939-м годе. Сюжет можно так умовно просветить 75-ти годе, в узьяднане, так званное, заходнее Беларусь из БССР. Роман Скирмантов. Ну, не кричит, просто про его, потому что тут не все, думаю, курсы важности этой эпохи для беларусской истории. Роман Скирмантов, владельник Майонка Парича на Пиншине, Минская губерния, финский поэт на площадку 20-х годов. На площадку 20-х годов же пошел денежить уже, ну, займаться такой громадской политичной деятельностью. Морско-громадской деятельностью выдал некольких цикавых брошюр вельми, у яких, дарыши, оспрешивал роль шляхты и писал про то, что сейчас изменился, что шляхта заходят за ван-сцену, на ван-сцену выходит уже народная масса, те люди выходят. И треба с этим лечиться, треба вот, ну, не поменять свою позицию, если он так звертался до шляхта. В 1906 году в годе был обраны депутатом Першей Державной Думы. Недолго Першая Дума проясновала, вот МВУ обраны депутатом Державной Рады, ну, тут вельми короткая была его биография, потому что фактично в раз в нескольких месяцах он написал заяву и забрал свой документ и зашел с Державной Рады. там были худшие такие обномынки особистых, были характеры. Вот здесь же краевец, то есть просто они к той плыни громадско-политичной руку, которые в большинстве представляли литовских поляков, и спробовали не как, не то, что влагодить, но не как вмешаться вот эти национальные спрыжки, которые начинались и которые разрывали литовский и белорусский край. И они ствержали, то есть заходили с того, что головные критерии национальности, это не мова, не похожа, не там, не кровь, там, не что-то иншее, это почти все патриотизм. И когда ты что-то, что я все патриотом, там, литовско-белорусского края, тебе просто краю, ты належешь до нации, до нации там, Литвину я иншим разом называю. То есть можно сказать, что тут было нечто от существенного разумения, такого политического разумения нации. Есть Держава, и все мы там белорусы, потому что живем и заявляемся гражданами Республики Белорус. Есть одночасно тут нечто было еще от той шляхетской нации Речи-Посполитой. Он был краевец. В 1916 году Роман Скирмунд становится наше ли белорусской организацией товарища допомоги аквариарам войны. Организация, которая не только допомогала аквариарам войны, а еще была такой уразной национальной белорусской организацией. Есть сгадки еще и раннейше, от кого тьмяна, или вот про то, что и подтримливал и нашу Нивусть, контактовал с белорусскими социалистами, с нашими Нивцами. В 1918 году, когда отбылась и лютовская революция, импира рухнула, у соковику 1917 года Минску отбывается ведомый съезд белорусских партий и организаций, и, обирая белорусский национальный комитет, склад комитета был целиком практически социалистичный, а также комитет стал Роман Скирман, и абсолютно не был социалистами, и социалистичными докторами ставился, ну мягко говоря, просто ворожие ставился, да и, ну а ли, не аутеритет, не аутеритет, не аутеритет, а там же Петербург, что хотели выбрать, кстати. Подобно, что была спроба размолы с князем Львовым, керамником Урата про аутономию Беларуси. Ну, за это ничего не вышло. Вот, то есть, по часу другой успешной, со светлой войны, Роман Скирман, башенайденежец, як белорусский национальный политик, в 18-м годе, полный час формовал Урат Белорусской народной республики. Вот, ну, лёс БНР вам добровядом, про это не буду казать, и так отрымался, что разом с крахом БНР, вот, с облевок, я уже закончилась эта польско-советская война, и был подписан на Рижский мир, фактично, Роман Скирман тогда ходит от белорусского руха, он просто живёт своим майонком, там же на Париж. И некий час, вот, его политичную деятельность практически не мог чем-то зауважить. Я так, со удивлением для себя нашёл книжку, которую Роман Скирман написал в 1926-м годе, книжку, просвеченную поэзией Юлия Шасловацкого. И только пирамиды 1926-го года, майский переворот в Польше, вертание до Улады, ну, вертание неоткрытое, проколанное вертание Пилсудского, меняют его позицию, он становится, её набираются сенатором другой Рожи Посполитой, от блока беспартийного супрацовництва Зурада, такая партия про Пилсудского, партия, и он, фактически, две каденции был этим сенатором. То есть, человек, как и у дельнейшего в российских органах было от высшейших белорусских, польских, и, ну, по сути, я, разумею, заставался вешастым самым краевцем, поляками, белорусами, сами. Вот. Ну, и лёс, я бы оборвался трагично у Кострышника 1939-го года. Вера, то есть, как эта история выглядит, по поведах людей, потому что, в принципе, документы добраться тут неможем, и, может, документы на ум не закрывались, и некие документы. Но в свой час мне просто в голову пришла простая думка, я пишу про романа Скирманта, Париж, это же тут Белоруссия, и можно поехать и поразмовлять. И уже первая поездка, она была только такая, может, дивная, потому что я просто заехал, пошел глядя, что там засталось от былого майонка Скирманта, и вижу, там только то, что стоит и сегодня, что стоит, на рыжеском былого виногурного завода, там, кто еще работал в Крахмальный завод, Крахмальный завод. Ну и там сидели мясцовые, рабочие, какие там, и красавец был Пираку. Я подошел, запытал, вот, конечно, про романа Скирманта, что меня удивило, люди вельми охотно отразу отгукнулись, я говорю, пришел, некий незнаемный, пришел на территорию завода, там, заходит, тут, некто тут. И, когда я сказал, что, вот, я читал, что, вот, в энциклопеде, там, некая циклопеда, я такое прочитал, что Скирман был забит советскими активистами, из меня просто пошли смеяться. И те активисты забили его мясцовые хулиганы, пьяницы мясцовые забили. Это была первая версия, которую я пошел. Ну, а потом уже, бросивши в Паречь, я тут шмот разов проезжал, там уже было пять, шесть, семь, восемь уже экспедиции, и, что интересно, хоть сдается, ведешь добро, то я Паречь, уже с разговарившими, с разными, там, людьми, старейших и взрослых, мальзу с ними разговаривали. Весь раз нечто новое заявлялось, потому что память, она весь раз, и в процессе эта память находится. И то, как это выглядит история сегодня, заботиство романа Скирманта, может, это вот я и хочу просто подчать. Когда верося 39-го года червона армия пришла в Паречь, и люди про это добро памятуют, называются именно наводкомиссары, которые там были, Ковалев, Москалев и Колодов, три комиссары. Скирман не покинул везку, хоть мог я покинуть, сейчас на это был. Застался, когда я пытался у людей, что ему не покинул, нибудь скирманта отказывал, что я ничего как кепсого людям не робил, и люди за меня заступятся. Была еще некая такая версия, након того, что я нибудь шакал, что никакие начальники приедут за ним поразмовлять, и тогда будет выращенный огон и лез. Ну, но мясо у комиссара блинше и дать планы. И одно еще так мне отрымалось знайсти человека, каким-то шофером, Кироусом был, Романом Скирманом. Так самое цикавое лез, говорящим про Паречь того часа. То есть Паречь у другой речи Пасполитой, той польской державе, была абсолютно таким, как поляки говорят, за цифаном региона. То есть там проводили доследование к некой дикой Африце. Как люди живут, а взрывен життя, гатые бакны и все остатние. И вот на самой справе там так само шмар что изменялся. Вот этот человек чем я меня уразил. И он был 92 годы, когда я за ним размавлял. Он рассказал свою историю. И он в польской газете прочитал, это вот как раз были там конец 20-х годов, прочитал, что у Варшави там отбывается набор на курсы Кировцев. И это Полишук собрался и поехал в Варшаву на курсы Кировцев записаться. То есть сейчас никаких самоходов на углу не было в этом регионе. И Кировцев ничего не имел. Возле там к Синза снялся пешая машина. Приехал он в Варшаву, пришел, ему сказали очень добрые, очень удивленные конечно были Полишуком. Они сказали можем вас взять на школу закончить, Пошадковую школу. Но требовал посвечения, что вы можете працавать с металлом, кузни как бы получились. Они что-то произошли. Он вернулся и с Кирманда накировал свою кузню, попрацал полгода, отримал эту доветку, поехал и закончил эти курсы вернулся по речи с посвечением Кировца и готов его керовать с самокодом, только что долгий сейчас просто не было там неводного. Да, он интересную речь рассказал, но не проразно рассказывали то, что отличается трагедия романа с Кирманда. Он один рассказал такую речь, что комиссар холода собрал вёску, собрал парыча на такий сход и запытал, что будем робить с помещиками, что будем делать с помещиками. Чекав, то зараз, ну, народ вынеси свой справедливый алисуровый присуток. Ну, а люди сказали, передавал мне этот человек, сказали, ну, что будем робить, он добрый человек, да, домой ему комнатку в палаце, где он жил, домой ему землю, нехай живи и просуй. На что холода вот, небо-то, так уже трохи разъюшина, разъюшина просто сказал, что вы не ведаете, вы не знаете вот такие помещики. Он вам ферму подожжет, а сам вот первым бежать с теленкой на руках и кричать подожгли, подожгли. То есть, она вас подмануть и так далее, и так далее. Али люди не вынесли такого как рысода. А далее то, что далее отбывалось тут интерпретация мясцовой, то есть улады в этом не виноваты. А мясцовые фулиганы, хулиганы мясцовые, которые имели свой конфликт со Скирмантом. Одночас забрали его с этого палаца и повели в Кожаневский лес. Его и его швагра Болеслава. Болеслав имел 60 годов, Скирманта им 71 не делал. Повели их со сброей, повели их у леса, и люди пошли догадываться, что это отбывается. Ну, так-то такая была версия Весы, что им загадали, когда комиссар Колотов загадал Упинск, а 200 даже на допыт. А они взяли не Упинск на допыт, а Укожаневский лес повели двоим. Вот, а то уже Скирманта и Роман Скирманта уже не вернулись. Али текало, что Веска наутра распределяет под обязанности про забойство. Потому что один забойца, головный фактически забойца, имя Соловей, Лукашек, он выпивал, он рассказывал про это. Если выказ, про мысли копать яму. Роман Скирманта думает, что это робит, робил этот швагер, его. Копал Болеслав Скирманта копал ту яму в лесе. Хотели стрелять и подробовали как подвернулись спиной стрелять в ботылицу. Скирманн сказал, что облюдение дворожилось. Многие сказали про такие дивный позерк Скирманта, который не все могли вытормать. Тут особная сторона с Романом Скирмантом. Двое из этих забойцев кинули стрельбу из Бергии. Достался один Соловей, который забил Романа Скирманта и швагра его забил. Снял годинник с руки, потом ходил годинник показывал и так далее. Вот так закончилась его история. И извышая на что я взвертал вагу с людьми разумовляющими. Меня по-первых уразило то, что у Лады комиссары не имели дошинения. Я справа у людей спрошу, я так выражу, ну как же так, иди война. Им загадывают вести Упинск над опытом. И они что, вот так взяли загад их потом покарали, не покарали. Али у людей все равно не такая большинство засталось, что у Лада это не мелодочинение. Только это месовый фулиган. И еще важный момент, который совершенно присутствует, не только в Болесе, шмат таких воспоминок белорусов про это падение. То, что вот когда кто делает страшный грех, а такой грех заботится, Роман Аскиром, то его покарали. И так рассказывают как это отбывалось все, как то Соловей страдал все жильцем, ему весь шаш стоял романский руд. Не мог позбыться в образ романа. Ну и неколькие просто цитаты, я хочу тут некоторые цитаты вам читать, как люди про это рассказывают. Цитата, то есть я не буду называть кто там и взрос просто одни цитаты. Скирмуту перед смертью загадали дверну, садмоюсь и от народа не отворочиваюся. И тому пану Шуруну той Соловей отказал отвернись за дам, как вы застрелять. А он говорит, я от людей не отворочивался, туда меня приходил, я каждому помощь давал, в лицо выстрелил, так тому Соловью он могадал здесь, цему больше, как застрелил, так в очагу все время стоял, что в лицо стрелил. Ну и вот подобная я уже сказал, что просто наши респонденты все разговаривали присутствие солдат червоной армии, присутствие комиссаров, которые на мою думку без загады не могло такое обвестись, а все ж таки шла война и роман скинул, ну все ж таки был увядомый человек, хоть такая вязковая версия была, что заботятся сами заробили это, различивши на некую нагороду. Цитата они бедные были пастухи. Выразное было шкодование романа Скирманта сужение за бойцем и в некий момент я запытал чему не ротовали говорится, что добрый пан помогал чему не ротовали и характерный был отказ, что одна женщина вышла и говорится что выводится и сказали молчит и тебе тоже будет. Вот ситуация война, человек со зброей и кто мог что восьми километрах от Парижа это сегодня Пинский район Веска Молодова так само Скирмандовский Майон так это уже Кобранский район Ивановский район Кобранский полет там так само Скирманд и там вот так сам эта история забойства выглядит достаточно трагично но как история Молодова и Парижа на Парусном заховалась абсолютно в память и у Молодова была иншая ситуация у Молодова там таки грунтовный палат шагу не было паречи и до мясцовых Скирмандов там Константин Скирманд жил был министр замежных справ межвоенной Польши и посол Польши Великобритании и он правда тяжко хворил он был разбитый лежал ложку и жил Генрих Скирманд его брат а все это так скажем страничные браты Романа Скирманд я думаю вошел польский энциклопед композитор и поэт и занимался это с подаркой и Мария была Скирманд их сестра и приехали свояки т.е. 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 немцы пошли военные деяния то там некто с Варшавы выехал со свояков с Кирманд поехал молодого просто пережить тяжкий час там уже немцы были под Варшавой поехали в Полесе думают что это некая тихая такая мясовость там не все выйдется не обошлось и кали уже пришли известки про то что червуна армия перешла мяжу побач умотали вели великое местечко мотали все не ведомо и ведомо Беларуси был сформован и ким сформован и у них такие вот такие отрат партизанский отрат оказали и пошел большого молодого разобраться со Скирмунтами пришли али рабовать в палац не стали только зашли в палац и потребовали как Генрих Скирмунт сдал всю сброю ну кто подсиснул пляшами идите забирайте там не стрельбы были ниже все запытали все мы забрали эту стрельбу потом пошли ее вопыз и нет там в сарае нашли еще сброю отступал с Белостока отрат белосовских полицейских там и покинули сброю кинули а сами потом разбеглись поэтому нас Скирмунта не ведали али нашли еще сброю забирают Скирмунта с собой умоталь как вести там некий суд и следствия над ими забрали их а тут отримались так что в были умотали отступал некий польский отрат и зашел молодого молодого зашел вызвали кто там находился подохов партизанам мотальских и провел соправданную экзекуцию молодого скайюзки и они пошли просто палить звездку то есть пошли шукать ты из молодого кто-нибудь ну был завершен до конца не был им сказали что вы робите и скирмунта забрали с собой али офицер провел такую экзекуцию расправиться с звездкой были расстреляны были спалены там хаты спалили полуувезки могут это выросла лес кирмунта и забрали у мотов их привезли назад у молодого коллега польский отрата дешел забравшись с собой константина скирмунта если он один кто там выжил всех оставить привели у молодого и не просто забили а так зверски замуж в чем скалил записываешь вспоминный про это такие вот учали фрагменты у спальн скирмунтов забили тому что они были по нами то есть вот возросли от романа скирмунта и истории пареджа когда мы разговаривали социальную напряжку социальную конфликту чтобы не было у пареджа и когда поведы пареджан про забойство романа скирмунта сопровождались прокленными забойцами люди совершенно эмоционально про это казали на это перешивали знов то молодых этого не было цитата моталяне забили и пана забили и паненку и захавалы в лесе свои забивали ну и часто повторялись разумоваться слова Генрика нибудь адресованная забойцам меня и битя боя плохие паненку не шапается она аж добрая была до вас и никто не загадал про божие покоральные заботы это ситуация молодого ось уже гэтая размова тут такую цикавую речь высыплили яку я потом так обозвал добрый пан спаревший и кепский пан с молодого и плохий пан словами большого плохий пан с молодого на этом уже нечто можно было хрунтовать но вот нажали Генрика с кирмонтов это с дымкой я не знаю шел а тут вот молодовский палац с кирмонтов какие же некоторые слова скажу ну таки был прихожий палац палац символизовал значность могут народы и так далее это сам розница между молодого и с кирмонтов и пареньшем была велизарна помеж розными с кирмонтов вот в адрозе например от молодого где жили таким прихожим палацем где в некем сенсии сновало заковывалась такая же шляхетская пыха от другого первой речи посполитой где разговляли не только по польскому разговляли по ангельскому и по французскому часто в этой марионке то например у пареньши с кирмонтов и пареньши не сбудовали себе палац просто один из будинков суконной фабрики был перабудованный поджилый дом это не сусим то есть это сусим меньше уже шлях парижские скирмонты хоть близкие свяки и молотовские скирмонты вот опошни с дыма пики отримался зная стиль скирмонты укины разом справа крайний ветром скирмонты стоит енрик скирмонт и слева сидит у кресла константин ну и вот еще Мария Хелена скирмонты опошни это женение 39-го года литерально за месяц до всей этой трагедии в устная гистория этой вспоминной то есть как мы сбирали я и сам проезжал 0-6 праздновали просто разом со студентами первоважными молодыми науковцами записывали эту вспомин так было с 2001 по 2012 год с некоторой перопынкой мы там працавали и не записывали вспомин не только в самих вёстках Парыча и Молодова а еще в соседних вёстках это Шамирин Табулки Рудка там ну там такие вельми населенные кутушек полеси науковцами 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 когда ему было 92 годы когда мы его нашли на подворку коло дров так нет нормально себе отшивал не было никаких проблем маленьких у деньги то есть вся первая рука то есть была запись вспоминана про романа Скирманта и про и про взаимоотносины Майонтка и Майонтка и Вёзки что вельми текает но выговоры про устную историю не коль без слов про это вот я отведу уже от сюжета Скирманта устная история метод историчных доследований выкрыстовы выкликанные доследчиком устной вспоминной возначая способ их сбора захований и анализу сегодня в Беларуси одним из таких важных центров устно-историчных доследований стал Беларусский архив устной истории координатор Ирина Каштелян и главный архивист Ольга Иванова так само просутишь что даёт устная история вот я как это методом корыстаться и на коль ступени можно грунтовать свои працы на устной истории все же таки тут выразно видать что мы не с не с документами как это звучит в истории где працуем пусть память людей один из классиков устной истории Пол Томпсон тут выявил его книжки вы бачите волос минулога и он был в свой час упэлненный когда писал эту книжку 70-е годы что устная история таки непосредный контакт доследчика с самой историей самой историчной речи с такими минулога с такой час шмат прошло шмат розного минулога и сегодня вот такую иллюзию никто не поделяет с устной гисторик потому что давно важно что голос минулога является одночасным голосом сучастного и мы видим что специфика памяти то что память сейчас переписывается со всеми человеком меняются оценки меняются оценки деянности меняются характеристики людей но это процессы постоянно под уплывом такого живого опыта который набывает того что он читает и просто его жизнь промышает эту память переглядать тем не менее в устной истории что я вижу в таком позитивном моменте и важном моменте в устной истории увеличивает ту живую перспективу той частки социума которая состоится за увагой доследчиков когда доследчики и я в этом лику когда пишут некую працу например про национальные белорусские рухти про нашу НИУ заходишь с неких таких каштовностей элиты белорусской вот национальной дэш что она и начинаешь с этого обудования деятельность нашей НИУ и оценивать и так далее и пишут такие национальные нараты в некем сенсе а вот есть еще масса людей которые жили позади и можно конечно их проигноровать и сказать ну вот али кали мы их игноровим потом нам становится неизразумево а может такую прыгожую люди БНР и не подтримали вот так прыгожую такая незалежность вот вот все выдатно и то есть есть один из тех отказов которые часто подходят к историке почему БНР не отрималась потому что Европа не признала ну Европа не признала Европа не подтримала добра но али кали ставить питание далее чему та Европа не признала чему инших признали а нас не признали тут речь приходим до того что мы бачим что вот эта велизарная масса насильства эту идею национальной суверенной державности она просто не могла разуметь что это такое делить шагов это иного что это то есть я до того скажу что вот разуметь это ведать и уличить эту позицию потому что историю без этого не напишешь то есть можно писать конечно и без этого али увы не просто оказывается таким зашарованным колем где крутимся и верти не можно так отказывать на простое пытание то есть это один момент один и момент фактично грунтующийся на памяти можно в хронной ступени модификовать некие иснующие версии историки дополнить иснующие версии историки совершенно пишутся на таких традиционных крыльницах я маю новости письмовые архивные документы а проще таков сущностные доследчики любят подкресливать то что незаписанные успамины принципово отрозниваться от успамина записаны когда человек пишет свои успамины тут работают одразу некольки редакторов и цензура там внутри и внешне и сейчас на нечто ориентуешься будут читать что они прочитают тебя заразумели так как треба но если человек говорит проговор проговор и сейчас рассказывает про себя то что может и не рассказал открыто особенно когда тебя текает не сдаются пытаются улыб то же самое это пытание про доброго пана но про пана керпского типа плохий пан добрый пан так сам много говорится про белорусов и респондент то есть в основном истории дает уникальную можливость просто подслухать то что люди может что это социум и не хотел бы про себя рассказать или рассказывать ну у меня например это уже тема у меня например вельми самого выраживали отказы белорусов на пытание когда мы занимались другой соцветной войной пытание почему немцы забивали жидов вот люди на влашах этих это отбывалось и сдаешь сегодня такое пытание почему немцы забивали жидов и вельми часто это пытание просто вот некий шок то есть так разумеется что человек такого пытания себе не задавал никого забивали забивали ну вот это все отбылось и все а когда начинаешь просто настоять да мы не ведаем когда давали отказы то глушат отказы глушат такие тековые отказы что просто это промышает про что задуматься то есть один я знаю что один самых поширенных отказов что немцы забивали что бэнэш хитрый и не прорсовав ну это так скажем специфика властной истории конечно тут варто означать те можливости ки створая властная история для интрадисциплинарных междисциплинарных доследований то есть тут вельми добра когда прорсует не только историк где историк как и занимается там я маю полную компетенцию антропологичную кингистичную трех можно ориентироваться там в социальной психологии просто социологии тут ну это конечно наша ситуация это вельми тяжко найти такого человека идешь работать такими группами где есть специалисты зрозные Галина и это дает глубокое разумение того что люди рассказывают потому что одна справа справа одна история это то про что она рассказывает иншая история это история про анализ того что вам только что рассказали и говоришь про все это решилось наш респондент звездки ольшан Капинского района неподалеку от Паридж справа Катерина Медведева было 94 годы записывали вспомин Калю уже развитывались и сказала что на кожный вечер как был 2006 год кожный вечер молится как Господь Бог дал здоровье нашему президенту без ягод ничего не отрывается а вот этот человек Степан Кипень был в лакеем фактически молотовским палац да ну некое число просто про самих Скирмутов прород Скирмутов как так было заразумело что это то есть род Скирмутов есть легендарная версия есть такая историчная версия похожая к роду родовода легендарная версия связывая Скирмутов со славутым Полимоном Полимон это той римской патриции яки неколи сбег взрыва разом с пятистами патрициями яки сбегли от Нерона и добрались до густя Немана и засновали фактично поклали початок литовской белорусской шляхты такая пригожая легенда заявилась в первой шестнадцатых встагоде это был полный отказ на легендарные версии похожие на польской шляхты германских родов и там был унук сдаётся Полимона Скирмут князь Новаград но в 19 встагоде Скирмут были вымышлены и вся шляхта белорусско-литовского края подавать документы в департамент Герольды о подтвержении своего шляхетства то не вводном документе то и легендарные ни Полимон ни Скирмут уже не сгадывались и реально больше реально то что могли доказать то что как у себя начинается можно сказать что есть жамойтская версия жамойтская линия роду Скирмут а есть полесская жамойтская много похожее рода потому что это жамойтское похожее рода слово Скирмут мае литовское значение то есть салки макшима татуль але самы таки ведомы нам рода к Скирмуту Это 1522 год, это Богуш-Скирмунд, это Майонток-Плотница, сегодня Столинский район, который королева Бона передала ему, как под старостью Пинском, была некая узнагородка. Успешная сгадка про шляхту, про Майонтки, которыми она обладала. Богуш-Скирмунд. Да, по делу Речи Посполитой, Скирмунты особо ничем не одрознивались. Такая среднезаможная шляхетский род. Это не сапеги, это не Радзивилы, это нечая-то Рыске, это высшие их посады, это Войт-Пинске, Староста-Пинске. Ну все, это, конечно, тут на Пинске, на Полессе. В конце 2018 года, правда, стал известен Адам Скирмунд, депутат 4-х годового Сейма, который принимал активную делу другим по делу Речи Посполитой. Я думаю, что он поддерживал претензии России, был супер претензии Пруссии, как даже большинство депутатов этого Сейма на российские претензии по закопу международной Беларуси сгоржались, а в Пруссию не проймали никак. И фактично по делу Речи Посполитой, конец истории этой державы, вот дали некие такие шансы Скирмундам, ну, стать больше значными в истории этих землях. И первым был тут Симон Скирмунд, який набыл майонтак молодого, майонтак молодого был ключа в сегодняшний Париж, что был велизарный майонтак на Париже, набыл его у Михаила Клеофаса Агинского. Агинские володали этим майонкам в некоторых десятках годов, абсолютно их снисшили. Они были добрыми композиторами и так далее, или неякими господарами. И Симон Скирмунд набыл за смешные гроши, там в деле не великая сумма грошей, али он набыл разом с долгами, за которые требовало различиваться. Из этого начинается фактично уже история инших Скирмундов, 19-го с того годя, уже иншую эпоху. Требовало различиваться, и требовало не менять просто относительно этой земли. И тут великую роль отыграл установление уже Скирмундовых предпринимателей, Скирмундовых застановленников фактично, ну, в пауном сенсии белорусской промысловости. Вот киштымов, який мог бы его подтвердить мое слово. Александр Скирмунд, Александр Симонович Скирмунд, який закончил физико-математичный факультет Виленского университета, потом протягивал эдукацию Францию и Германии, и потом, как это часто бывало у этих шляхетских семьях, уже вот 19-го года, закончивши эдукацию, то есть, либо имеем там некий диплом инженера, и он некий час працававащий с обычайным работником, рабочим на фабриках у Бельгии. То есть, требовало было поглядеть на эту жицефабрике с иншого года. Вот он вернулся, и с ним начинается фактично заснование, тут уже створение на той пиншине целого такого промыслового комплексу, то, что я одно еще назвал Ливерпуль-Наясель. Суконная фабрика, Сукровня, Винокурня, целые широкие, шириншие предприемства, то есть, там же все заборлило. И вот, что это значит, тут можно сказать только про то, что, видите, когда в 1829 году, ну, есть такие документы, Минская губерния, список предприемств промысловых, там, взгадывается, 90, Минская губерния, Велизарный Тернур, взгадывается 90 всего промыслового предприемства, там такие разные смолокурни, там ниже такой абсолютно незначно, где 1-2 рабочих было. И всяких там таких соправданных, больше-меньше значных фабрик, где было там 20-30-40 рабочих, это 5-6. То есть, это вся промысловость Минской губернии 100 годов тому, 200 годов тому. То есть, 100 годов тому. Ты еще 200 уже забыл. 150. 150. И тут вот начинается твориться причем, ну, то есть, Полесье, это не наилепший регион, как бы тут промысловость развивалась. Алиль Александр Скирмут выкористал свой, ну, в нем делизарный таки потенциал и просто и организатор, и так, чтобы ей помогло, и требовало решить выбираться, выражать финансовые проблемы. Вот. И, скажем так, вот есть таки цикавый документ подружж Казимира Контрэма. То есть, в Варшаве, национальный банк, затекающийся ситуация с промысловостью на Полесье. Их этого Контрэма командировали проехать по Полесье, поглядеть, и есть там некие фабрики. И Контрэм проехал все по Лесе. И знаешь, что фабрика Пусловских, под Слонимом, и вот цукро у него, у Скирмунта, у молодого, яка в наступном годе повинна была працавать. В общем, Контрэм так даотнесся, так это скептично. Ну, что ты, так помешивка можно узнать, какие из их фабриканты. Прыгонные працуют, такая хобби такое у всех. Ну, что для когостей было, это хобби, а ли Александр Скирман сопроводил, створил эту промысловость, и там, не буду шума про это сказать, тут это особная история, что я там створался, приезжали мастры из Франции, из Германии, потом отмолились от замешанных мастров, своих рыхтовали, с пожаркой был директор немец, потом своего, значит, и зарабили. То есть все было поставлено на такую широкую основу, и фактично у другой половины 19-го стагония, в конце 19-го стагония, Суконная фабрика, уже не в Молотой, уже в Паречи, Суконная фабрика стала одним сбойнейшим предприемством в этой грани, просто в Российской империи. Там фактично отримывали сотни тысяч рублей, там, вот, прибытки, какие они отримывали. Працывало до 600 рабочих, только на этой Суконной фабрице. В общем, заховались такие цикавые речи исповедные книги. То есть, ну, исповедные книги, царква, Парижская царква имела исповедные книги, где были записаны международные книги, что все рабочие в этой Суконной фабрике, какие повинны были, приходят на сходить. Вот, и там такая, а ловком написано «Б». «Б» значит «БУ». Ходили регулярно. А ли там, что цикаво, там есть соляня Париджи, и есть вот эти рабочие фабрики, те, которые называли, мясовые называли их фабриканты, их называли рабочие. Тут не было, никакого сарказма не было, фабриканты, но на фабрике працуют. У нас мы сегодня по-иншему называем слов, выживаем слов фабриканты. И там, там цикавая речь, вот там елизарная масса людей, первоважно, наверное, были православные, хотя не только. И там, например, я читаю, что это есть в споветные списки, проглядаю, и вижу, что такие речи, что некоторые рабочие имели служанок в своих домах. То есть, могли утримливать служанку. Зарубки были вельми добрые. И там, я думаю, что Скирман там сбудовал дамы, как они там жили, им там, их харчование было бесплатным. Там, нижние шеи, то есть, льготы были вельязарные. Ну, при этом 13-ти годовый працованный день, вот, и, ну, працовать требовало, конечно, серьезно. 13-ти годин, то есть, ты не можешь заниматься расподаркой. Потому-то, харчование бесплатное, инши, инши, Вот. И, то есть, эта трансформация родов в 19-м годе была вельми текарой, конечно, все, которые важнейшие подеи, белорусская история выплывали на их, что я имею вновь. Отмен апрегону. 1861 год, Александр Скирман, женщина Александра Скирман, Александр Александрович, Баска Романа Скирман, активно выделяющего в этом процессе, был мировым посредником. Наверное, отримал медаль за все это, то есть, ну, удерженность солянов, так само, это означается постоянно. Нек, с долей, он там, улабоживает, те конфликты, которые возникали, когда пошелся уже выкуп земли. Вот. И он же при этом удерживающего повстания 63-го года, правда, правда, сгадывает только Якуб Гейштор в своих успоминах, и, такова то, что там еще иншие с Кирман-то удерживали, и у всех покарали, вот этого Александра не покарали. Я думаю, неопошную роль играла суконная фабрика за велизарными доходами, и которая працавала и по сейчас так же самому повстанию. Нет, обрали, ни днем, он так, ни землю, хоть сион, по поводу Якуба Гейштора, был комиссаром Минского поведа в этом повстании, не так вот серьезно достатково. Минска. Минска? Минским был вовсе меньше. Гейштор пишет про то, что он был в Минской организации, так что тут уже претензии может отлетать Гейштор. Ну и вот, уже подходящий до романа Скирман-то, взаимтикавая история с романом Скирман-то, потому что все, обычно, Скирман-то имели имели высшую адукацию, а вот у романа Скирман-то подобное, что это не отрымалось с этой адукацией и такая версия, которая мне подобается, чтобы, конечно, как я нашла что-то подтверждение своего доли же, что подобное, что его просто забрали в свой час, не дали затримать полную адукацию и он по ним был допомогать Бацку працовать умайонку, разбираться с этими господаршими проблемами, чтобы вот им повплывало, конечно, на его политический лес в великой ступени. Ну вот, вертаюсь до людей, до их памяти про Скирман-то, про этого доброго пана, романа, с Парэджи и плохого пана, с молодого. Вельми цикава, когда это анализуешь, что бачишь, что в этой солянской свядомости закавались и денежут такие вот традиционные ориентиры солянской свядомости, традиционные свядомости, традиционные культуры. Это есть три момента вельми важные. Это праца, земля и вера. Все эти оповеды можно, так скажем, структурировать по этих трех моментов. Праца, земля и вера. Что такое праца в селянском уявлении? Праца, это праца на земле. Человек працует, когда он працует на земле. И он может займаться чем за угодно. Писать там оперы, писать, как Хендрик, Скирман, там не что-то еще. И он, значит, не працует на углу. Вот эта вот ситуация праца не праца, но и как в селянском уявлении пан не працует. А ли тут с Романом с Херманом текали, что он так само на земле не працуал, такого не расповедали. А ли казали, что бачу ли панок, или он там с пилочкой у парку там, вот не что-то там пиловал. А Роман с Херманом засновал парк на березе Ясель, да и ки сегодня шеёсть вот таким вот стане сегодня непросто в складанном стане там экзотичные рослины были, там заховалось одно из тюльпановых деревьев, шатерок там. То есть там была серьезная праца провести семья, рацийные инши, как вот это, конечно, вышло. И он любил вельми свой парк и там бачу ли, как он пиловал и залезал там на древы, не что там с пилового стык древы и вот такие элементы этой працы про его загадывали. Цитата. Помешек каждый день на работу выезжал, у него топоры как бы у пилочка была и он працевал не то, что и Акия. Так само с гонором расповядали про промышлого предприемства Скирманта в Парыши, пригадывали политичную деянность Скирманта в Варшаве, хоть и не лечили гадапрацей традиционным сразумением. Цитата. И он был сенатор, али не за гроши, а просто так, буразумный. Вот политичная деянность Скирманта завязывалась с землей. И многие суразмонцы свяжали, что он дали и в Парыши неодноразово выступал за передачу всей земли Сяляна. И большевик таки был. Дальше большевиков его обозвал константин Скирманта и устроечный образ Молодова. Наш большевик сказал про романа Скирманта. Так в каком ходу примерно? Это не, как бы в 17-18 год. Цитата про романа. Он с чудры был. Они чувствовали, что война вось-вось начнется и малися гэтую землю вось-вось раздать и крестьянам. Отобрать эту всю землю от помещиков польские власти хотели. Это не ваша земля, это народа земля. Парыши Скирманн так само выступал, хотев землю крестьянам раздать. При этом означали респонденты, что позиция Скирманта была непростой. Рассказали нам такую историю. Когда-то у Варшаев был санат и Акзара дума. Так он же тоже участвовал там. То он сказал, что всю землю требовал помещиков забрать и отдать крестьянам. Помещиков надо покинуть по 40 гектар. Хватит их. А всю землю забрать и народу раздать. Так у его стреляли, и он теперь за окно выпрыгнул. Та я дома как стреляла. Матка моя рассказывала, он сам приехал в Париж и народу сказал, что так выступал, по мне стреляли. Конец чистую щедрость пана Роману. Когда он раздавал землю солянам и выглядел подарунков на веселье молодым. За працу фабрикантов на предприятиях он продавал на дело за невеликие гроши. Кстати, хороший был человек, раздавал землю, полову так отдал, полову за гроши. Ну и вот там был эпизод, когда мы записывали вспоминность, было такой активной коммунистской. Ну активная коммунистской так соседи казали про ЕБУ, загадывали, что вы были там у ЕБУ. Иначе в 60-е годы крыжи у нас спиловала. Сама была директором школы крыжи спиловала. Но она рассказывала и рассказала между женщин про то, что Скирмут многим давал землю, назвала Скирмута прогрессивной помещикой. Давала многим землю, а батьку, а ей не дала землю. Сказала дала, что батька часто супра спала и стяг советский вешал. Тут уже добрыня Скирмута не шла так далеко. Особливо в Афе слуговывали отказы, цикавость, выкликали отказы, то есть не отказы, а вот рассказы людей, раповеды людей про национальность, про веру, про веровызнание и мов Романа Скирмута. Тут абсолютно отсутствовало такое стереотипное атак ассамливание пана и поляка. Больше с респондентом, когда мы пытались на код веровызнание, то с пыльными ваганиями свержало, что он был католиком, то есть мы вагали все так задумывались, каким же он был. Скирмуты наверное были польской верой, католической. Мне кажется, он польской верой быв. При размое про веровызнание сурадом собовязково означали толерантность Романа Скирмута и его на непринятие религийной конверсии. Цитата. Скирмут был супрец пирамидной веры, казал, яким народился, таким и помирай. Праздничного режима Скирмут не порушал, ни своего, ни православного. Одна женщина католическая свята пошла жать, да выкликал жал нервов и ее прогнали. Конец цитата. Цитата. Один рабочий перешел с белорусской верой на польскую, а Скирмут не одобрил. Ты дурак. Конец цитата. Пытание про национальность выкликало Скирмута, выкликало совершенно полную разгубленность респонденту, промышленно апелевать до веровызнания. Скирмут поляк выходил в костер. Зато и не было никаких проблем с отказом на Пытай, на коем мове разговаривали Скирмуты. Статус Скирмут говорил по-мужицкому. Статус Скирмут как мы говорим или по-белорусскому как мы говорим. И он и по-польскому умел говорить. Конечно, он же католик был. Их и вельми цикавая была. Статус нам не наиболее подобается Скирмут и разговаривали как люди. По-нашему разговаривали. На третий год это не от разу на углу прорсовать в полякских вёстках вельми непросто Александр Скирмут прорезал. Прорсовать непросто в полякских вёстках. Там треба некий час вытроем, потому что народ с такой ширости такой, ширости с большим показной с початков не всё отразу говорить. И мне очень интересовала тема женщины в жизни Романа Скирмута. Семьи не имел. Там была особая сторона этой истории семьи на жизнь Скирмута. Потому что там фактически народ и без большевиков в 1939 году просто вымирал. Мне хотелось найти женщину как больше про романа Скирмута не только политика и кроется просто как мужчина. и в книге Мумхи нашел что вез конечно про это веды. Но все пытания отказывали не ну что вы при этом хитренько на меня поглядывали. Ну я сделал выгляд что я уже так само не что веду так само перемир гну женщины нас сказал ну там Катерина Терешка сразу назвали имя Катерина Терешка Ну там интересная цитата которая так задал на себя бабу вот так сказали был таки отказ баба красивая была с самой годы таки под яго тот засокречен на любого и было интересно то что люди не просто там люди казали приготовили мастеров не было такого как смеху там гвалу там каханки и так далее не не мастеров на как это шла говорка и мне сподавалось я нашел могилу Катерина Терешки на Парижских могилах как она померла довольно поздно в 68 году и нашел могилу ее мужа казалось там мужа присутничьим это один и был помник на Парижских могилах как закрывался с 1915 года совершенно помирает соляне но ставится дровляной забывать а тут каменный такой добрый помник могильный помник каменный и на на другой там уже с шага боку там просто было мне текало все поведеть что-то я там рап там находил написано другу вернем от романа другу вернем роману Терешку от романа Скирмунга роман Скирмга оставил помню мы смог этой стасунки подобно что по поведам людей пошли в 20-е годы они были и люди расповедали про то что навод дети были сыны были у романа Скирмана Катерина Терешка на вы пытание от коль ведаете как бы вельми текало подобное портрет и были оповеды про этих детей но там лез пался трагично многие загинули просто с пошатком другой светной войны вот меня вельми уразила такая тактонность осторожностью о поведах про Катерину Терешку и народилась такая романтичная версия про то что была такая белорусская женщина и из этого пана краевца сработала белорусская политическая держа тем больше Тереза Скирманд это одна проставница ну это народ или инши галяны для которая живет в Варшаве мне мне сказала неостороженно что баш лиричный верш романа Скирманд но я не пробовал добиться где эта верш что там такое так она мне ничего не показала так мне все прыгожие совпадало лиричный верш Катерина Терешка и белорусская деянность Романа Скирма часто бывает что прыгожие верши не оказываются самыми справедливыми не вытремились в пробовании дальнейшими доследованием потому что в наступном же годе я знал что у верш внучку Романа Скирма Шанчина я сказал ну вот вагалосе вагалосу сказал ну так я внучка Романа Скирма рассказала цикавую семейную историю про то как она доведалась что я внучка Романа Скирма думаю так не придумывается и нема сенсу как это придумать вспоминные паричан молюют в образ пана опекуна Овески пана ротовальника и быцом снишал такую социально-культурную дистанцию помеж моем комивеской вот здесь же цитаты люди рассказывали что он был неплохой пан всем помогал кто зайдет и что-нибудь попросит батька положительно отзывался о Скирмунде хороший человек был к людям хорошо относился и сейчас те кто помнит как и я все положительно относятся к нему конечно трапить до пана Скирмунда было просто постукаемся и зойдем не то и что зараз не добраться до какого председателя а тогда и по ножку так и так делаюсь и он помогал конец статус пан добрый был добрый все у нас сгорело дом корова пан приехал и говорит не плачь что не твоя корова сгорела а моя а мужу скажет ты Михаил приди завтра в контору муж пришел пан дал ему 100 злоток на корову ну это великая сумма там можно было некольких коров цитата и он был хороший и он был хороший до таких людей мало бывая к Скирмун был я до его не ходила я ему не робила не была я у него но он был хороший человек вонковая близкость с пана до вёски уживалась с наделением его полной чародейной силой так само цикаво нам неодноразово распорядали про магичную сдольность Скирмунта спонять полами ну пан помин бедни какую-то судодейную силу и Скирмунт ее имел цитата когда сдарался пожар то Скирмунт сам выезжал туда за все даже выходил пожар и ши огонь далее не шел люди цикавые с огненным секретом альон никому этого не сказал конец цитата неколи я вам скажу хлеб загорылся и пайшло и пайшло гореть и приехал пан стал руки зложил и стихло ветер притих тихенько тихенько респонденты пригадывали что часто витался першим оказывал допамогу саблева для будаунист дозволял косить траву давался на кос рабил подарунки на святые цитата по гэтому людям вельми подобалось его працавать и они николи от его не уходили конец цитата ну и про всем гэтым а вот таки же цикавый момент что бывает вельми редко когда пропанов располидаются и тут вот простота арабана Скирмунт его близкость обернулась притворилась полная гонорова признания Скирмунта своим цитата вот что я знаю про Скирмунта хороший мужик был ну зря что подобная оценка была выключением этот человек який казал что хороший мужик был Скирмунт он потом додал что мог быть нашим президентом когда был живым то стал бы нашим президентом при всей своей простоте и близкости до Йоски роман Скирмунт все равно заставался для ее пана а почему об этом справила богат теплого с пана традиционная роль опекуна Йоски меня это социально возношало эту дистанцию то что роман Скирмунт заставался для висковцев пана его наставлен до мясовой говорки кольчне симпатии белорусского руку и все то что можно залежить доэтничности национальной сферы життя возношальными не были про нам все люди про это ничего сказать не могли и вот секунды под плохи пан с молодого тут вели митикало что про молодовского пана Йенриха нам казали уже у Парижа казали когда под кресло додатково как добрый был пан Парижский казали про гепс пана в молодого цитата в молодого был худший пан бывают и собаками на скуе цитата молодовский пан лесу не давал навод погорыльцам казал что знарок хату спалил так само расповедали историю про то и Генрих Скирмунд забронил хавать на родовых могилках у молодых там родовые могилки Скирмунтов знищенные абсолютно сегодня хавать одного из этой семьи самогубцу он покончил все самогубством в Варшаве его привезла матика похавать а Генрих сказал нет ну его вот таки теперь это Генрих как он был пандан католицкой верой межвоенной шассы и нехлечит на роспож мати и все и тут роман Скирмунд распорядается выросший у всех и он дозволил похавать в парку паредши побольше похавать с его парку в памяти жгорода у квесток нияк не блюстровались относятся помежу ладальниками паредши молодов подобно что они были довольно напруженными ну я уже казал что одной шахат Скирмунд назвал роман наш большевик не мог посприять полепшению этих относ дозвол романа Скирмунд похавать племянников паредши ну вот 8 километров отлеглась помеж молотов и паредши и когда это слухаешь ну глядишь некоторые документы такое уражение что это просто некая историчная эпоха делить две эти резки делить два и делить этих людей також Генриха Скирмунта и романа Скирмунта вот Генрих Скирмунд и працан по для селянских появлений Генрих Скирмунд не працавал ну про его закопление музыкой он писал оперы писал верши некоторые верши вышло в межвоенный час в Польше про это просто не ведали встречи с паном были редкими в охотную территорию палаца при этом вели пригоже было место потому что вокруг этого палаца были ружья там на вот его необык английский был садовник и доглядал там газон и опекался к ветками то есть там такая маленькая была между и Англия в этом Молдовском мое стосунок до пана до селяна слухи рабочих мое как был до минувшей и вспоминал про Генриха Скирмунта цитата звали бы наши люди шаленым он был нервный мне один раз морду дал ну это вот такой человек который был на нашем вздымке Стефан кипел лакей паненко была добрая пан был плохим як зайдут до его то собаку пустить нацкуя на людей и такая цитата Генриха был гадость гадость собак спускал на людей на коляды кали пришли спевать колядки летний позабивал за их собаку не на польской мое спор есть я уже не буду можно на это отрываться но там отрывался знаете я письмо в вспомин дачки управляющего маенкой Ирыны Шарыцкой Сосновской которая была маенкой и для какой оказалось она належала до иншей категории людей она не была солянкой все дачка управляющего но для этого Генрих так был таким паном злостным паном раздражненным нервовым с палкой в руках ходил ну а при этом сам палац работал все меньшие урожни в этой кветке вокруг ружи парк вокруг этого палаца и то что в этой палаце молодого был некая садиба мускул потому что там долгий сейчас гостевала Элиза Ажишка которая была своя ченец Ажишки и с Юг сейчас роднились там Наполеон Орда долгий сейчас жил приезжали мостаки с Польши которые там працавали отпочивали абсолютно этого не было в Париже такое некое дивное уявление когда читаешь вспоминание про Париже что от молодого заезжают детские культуры мостаки письменники все объезжают в Париже но когда эти науковцы до нас запольские люди у которых текается некая промысловость инженерная госплата они объезжают молодого или заезжают в Париже доброе слово там сказали только про Марию с Кермун сестру Генрика цитата Паненко была добра она бидного мела увагу у нас корова не было замарновалась а мой батька ходил ежедневно на работу и она признавала давать нам детям молоко я кто хворает то трудно нема грошей до доктора исти иду дэй и она напишет бумажку доктору даст один-два злот еще цитата вона як у нас кто захворает то пейдет до панинки и вона никуда не отказывала старалась как человеку помочь очень хорошая была я думаю что Мария Скирман засновала школу для девчонок учил их спевом так само это был некий узор такого же опекунства везка панскостью молодой была необъемна связана с польскостью и католитскостью респонденты не имели сумневу что Генрики и Мария поляки то есть с романом сомневались а то что поляки и католики не было сумневым цитата пана ненавидели вот уж поляк другая раса спевала надоело жить при Польше надоело працовать надоело каждую сволочь прошу пана называть такая ведомая припевка белорусская с такими же военных часов с панами паненко разговаривали по-польски потому что не знали и не понимали как по-нашему конец того ну и Генрик заставил свою память не просто взятой в католики еще про его казали загадывали прозелитизм потому что неодноразово католическую каплицу как еще заказала молодая таким полуразбурным станем туда на католическое на божество приводили детей с мясовой школы и православ и там у них присутность отбывалась на божество там одной что уручили некие наута броски а когда дети выходили из Майон то там старшеклассники забирали и все рвали все броски это не наша вера это была польская вера в поминах молодости фактор земли так само для характеристики Генрик Аскерма потому что тут не было кому пераймать детей так само не было и вот когда поручили шагали так фактически то что рабил роман Скирмут на это показывал что земля перайдя с селяном молодые так само шагали что Скирмут и все передадут молодого передадут с селяном а Генрик Скирмут уже передал католическому кляштеру шулянок с под Варшавы и они приехали пошли господарить на этих землях а совет покинули Скирмут только лес уже в конце жизни это был 36-37 год но при конце всех обвосстрела социальную напружение в этой лес то есть тут леска и маян так ну приноши сбоку лески была просто ненависть к этому маян ненависть но же когда записываем разговариваем не тримался на каких национальных категорах лучше просто на социальных такие плохие пан ну что потом обернулась гибелью хотя тут почти добрый пан и плохие пан лес оказался абсолютно однольком ну и самые цикавые конечно пытания про которые не буду потому что тут нужно долго анализовать и с этим процессом материала что это вспоминание говорит про существующих белорусов больших старых поколений но разумело что говорим про старых поколений но многие такие вот когнитивные структуры система переконания и у молодшего среднего поколения есть вот первое на что надо завернуть увагу то есть готовность людей желание людей разговаривать расповедать про пану про доброго пана типа кепского пана или про пану тут проходишь шмат сейчас я уже скажу что больше десяти годов занимаюсь в этом вот можно сейчас проезжать и находят новых суразмов и я готов тебе рассказать про пану междуволей начинаешь разуме что пан это вельми важно для сведомости полишеков может для сведомости белорусов что нет вот вот в жизни нет ничего не копая кали нема пана доброго пана то есть ну кали про плохого про кепского говорю так сам же говорить про кепского потому что есть все добрый пан то есть такие цикалы момент но дальше поговоришь про молодого тут еще один додатковый элемент есть нема палаца уже того палаца скирмутом молодого нема его партизаны спалили потом люди разобрали все это пошло на некие там господаршие побудовы ацелла и али зараз на этом месте керавник сегодняшний керавник этого спк молодого сгуда в сабе таки ну не скажу что палац но нежно близко ненавида там шмат места но али вот ваше на этом месте сгуда ваше то есть ну вот треба заменить спана и нет мы же так и потом недавно в прошлый раз доведу сейчас в молодых есть могилок этих зниженных я вижу что обнесли плотом нарышки правда обнесли так что за истинно не мог шима там немало охота то есть место просто все обнесли аккуратно пофарбован и все и место когда могилок называют Батькова улица почему Батькова оказалось вельми просто потому что есть вельми текавая ферма некая такая ну с ужасных технологий ферма молодая которая возникла припотрымц Александра Григорьевича Лукашенко пусть он поднимал фермера кем-то завернулся и Лукашенко так раз в год раз в два годы пролетает и проезжает к лихих могилок по этой Батьковой улице так что и пан есть и Батька есть и улица есть Батькова улица там сопротивление такая текавая ферма там так разгортывается здесь без такой выхотной вытворчеством такая налаженная не шторопится в образе пана ведовошная такие отвешенные святоповля так что нас нариентирах праца земля и вера то есть это застоется потому что что меняется бывает трансформация земля праца земля и вера такие основные ориентиры наши тримаются святом из людей и еще один момент вкидается в рот когда думаешь про это анализуешь хотя вот признаюсь что это глубокое анализ я не родился с этого пункта в Лебеши мне больше стекает что образ ферма это то что тут тяжко зауважить ролью национально вот 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 национально особенно таким белорусским варианте ну вот когда мы там уже я просто в архивах шукал некие звездки на полезне конечно белорусские руки межвоенный час был довольно слабый но мы знаком сгадки что у той и и были там напрыганы в гуртке товарищей белорусской школы и вот они шли и пробовали найти следы этой белорусской деятельности никакой память про это абсолютно ничего тут разумеется что почему про это не сгадывают потому что как мы разговляем с людьми будут детям казать что мы сегодня у нас такая была сходка мы там это речь такая таямничья потому что это все супер из польской улады алина вот этой оповеды про пан обошли на конфликт сдавался ну вот идея уже пришла эпоха национализма начинается национальное замагание ну вот и белорусы поустали как бы расправиться с польским паном нет и расправились с кепским паном а польский пан вот этот национальный момент то есть он конечно пришел национальные отношения надеустровались они были али паны не дотачили и они дотачили подпанков дотачили например лесников или были поляками дотачили служащих маенков вот такой нижайший звяно да но паны и над этим и он нет но его это не расползывался и думаю с тем же Генриком Скирмунтом с этим так само все могло быть по-другому но там просто был некий просто жудостный был характер я разумею где у взрослых становились все больше и больше горшим кепским там есть иные вспоминания про то, как себя за столом по годе как гости этого терпели и мучилися и другие и другие мамы ну и конечно интересно то, что опрошусь о Бог этот добрый пан наделяется футалейной силой я имею на увазе то, что романскирован мог спонять огонь мог спонять полами и то есть пошла от кого-то слухаешь какая пригодная полесская каска и слухаешь этого полейше потом едешь там за 10 километров вездку Шамерын там так само и рассказываешь отъезжаешь 15 километров вдали под Пинск и там рассказываешь что скирнут споня в огонь то есть начинаешь некий момент уже задумываться уже что-нибудь не разумеем уже соправдым можно слову спонить абсолютно явление вот я не прочитал что скинул он создал пожарные дружины я уже думал что мы живут и он создал пожарные дружины это абсолютно нет тут вот этот пан добрый пан он мает судодейную силу в выявлении полюшуков то есть важность этого доброго пана в житси мает судодейную силу и все может выращаться и поможет опеку нам и так далее это то что вельми важно для святомости и полюшухой думает что сегодняшний Беларусь все на этом я больше казался чем с Берарусь не но не а не а не я скажу что тут белорусская деятельность абсолютно осутничала тем больше что нам ответить его сприят людей когда вот бачишь такая звешая вот это пан Селянин, то тут в полезском варианте было так, польский пан, русский мужик. То есть тут с белоруссием было вельми тяжко, а белорусская деятельность его не сгадывалась, то это больше, конечно, документ. Это больше, конечно, документ. А вот на кольке этой деятельности она сгибалась, не только такая похожая романтичная история, а на кольке она справедливость может быть описана историю национального глуха Беларуси, становления наций? На кольке это действительно такие впливы? Дело теперь, какая такая похожая история особистой биографии? Нет, тут это имеет такое принциповое значение, вельми важное значение, потому что когда мы начинаем писать, и так больше глубоко разумеем роль Романа Скирмонта, роль Эдварда Ванилойча, про что мы сказали, инших людей такого плана, тем белорусским руку, те вот их падеи, связанные с белорусским руком с БНР, то один из таких завышаемых стереотипов, расширенных стереотипов, что Беларусь – итальянская нация, мужицкая нация, решила просто поступово разбораться. Мужицкая, итальянская, так первоважно, да, социалисты оттуда вышли, но были те люди, которые из совсем инших колон, громад, социальных колонок выходили, и спробовали так само делиться в этих процессах. И с тем же Романом Скирмонтом, ну вот, я вижу его ситуацию, его роль в семнадцатом году, но спробовал не этот белорусский руку, вот, спробовал и один один, стремливал свои антисоциалистичные, там, настрои, там, шел на контакт с социалистами, ну, решти-решти дома, что скончилось тем, что в липени семнадцатого года социалисты просто залепидовали в белорусском национальном комитете, спорили иншую организацию, где Скирманту не было уже места. Один из их некрасей, что потом написал велимитиковый артыкилл, где назывался Загадковый, где назвал Скирманта Загадковым Сфинксом. То есть не могли они разумеется, как это с Кировом, помешек, да еще такие вот бога, не просто бога, а ты помешек. И где белорусский руку? Подозревали весь сейчас вот некие тут интриги, некие вот, не что такое было. Вот, а на углу вот ведание про геток людей, значительно поширает наше разумение тако частных процессов, и можно створать такую полную альтернативу, альтернативную визию той белорусской истории, которую мы ведаем, как она развивалась. То есть были могшимости не какого-иншего развития. И не помыляясь, в свой час Антон Луцкевич не экскардился, когда ехали на конференцию, типа в Париж, не памятник, кто же ехал, писал про то, что вот так не копай нам Скирманта. Ну, разумеется, те же европейские политики, им тяжко было разговаривать с Антоном Луцкевичем, например, с Ластовским. У Семлякчей было разговаривать с Скирмантом, ибо, что он, кем он с Кирмантом пошел писать? Фон Скирмант. И другой отец заявился в конце прозвища. То есть показать свою вот эту приналежность до инших. Ну, некоторые документы БНР, там стоится подпись, роман Фон Скирмант. Какие он фонкали, вот успоминные люди тут рассказывают, что бачат, что ну, что так было достаточно прост, и вот стосунка до людей. Ну, а ли, в деле политики же огонь из рук. Вы же в питании, в окружении, в комментариях были разные. Вопрос в комментариях. Вопрос в комментариях. Вопрос в комментариях про людей, которые наведывали роман с Кирмантом, после того, как он дышал в политической деятельности. А теперь onwards, которые воспринимали роман с Кирмантом, как предeli Maria года, наше repairs, – это первое, темное. Другое – в комментариях с поминой про Констанцию告诉 нас? На Полесье про Констанцию с Кирмантом никто не взглядывает, потому что Констанция в Кирмантом жила в Пинске, и потом она его хворила. У MMH была хвороба связанная там у 거야. и она кепско, просто в некий момент ее на кресле возили. То есть она такой человек, такой кабинет многоплановый, проедет, память абсолютно неаконима. На конт-контакту, ну то, что пока я шукал, я не отрывлюсь и ничего бы знайсти. Один ясное шоу, так и цикало для меня был момент, это когда шла судовая справа над громадой, с фирмом Романа Скирунта выдвигая на суд в Вильню в якости Светки. Он повел сверчить на конт Родослава Островского. Те заявляют Родослав Островский, те заявляют, распирались с самсабром громады. Вот, и с фирмом там есть Вильмитикава, его выступ заховался, этот текст, и он доказывал, что человек, который был там у Деникина, ну нияк не мог быть у этой коммунистической организации. Ну там как раз судили Антона Лоцкевича и Родослава Островского, и признали, что им до громады не належали, поэтому самоисправе належали. Неких контактов с Кондратовичем нажали. Ну вот тут складаны. Я спробовался найти, шукал материалы, вспоминные не заковались, типа такие. Порцевал в архиве Сейма и Сената в Польше, шукал сгадки про Скирман того, если он же был сенатором до Уиджасского выступа, про что он там казал. Это меня вельми уразило, потому что ведусь с фирмой такими активными, энергичными, в Киеве США, в той же Думе он любил выступать так, что он не привлекал там буру, там негодование, задовольнение с большей своей Думы. Там читаешь эти протоколы, там кричать, там топать, что-то свистеть ко мне, он выступает со своей позиции, что там, например, ну, ту землю селянам давать не треба, треба по-иншему выращать аграрные пытания. То есть то, что выкликало такое незадавание, он выступает со своей позицией, он имеет эту позицию. И ему абсолютно вот, то есть мужа, на него находил такая некая фария, того, что все суперзи. То есть человек, который весь час так суперзь плыни, певно, и шел. А когда я читал то его выступы в Сенате, то это было нечто такое дивное, но человек выступает, например, за то, что треба там терминово уводить для солдат суперзь газовые маски. Такие, вот, треба в польское войско для того вводить, и что-то еще такое-то. Ну, я вот, когда считаешь это, то вот, видишь, что человек с таким литературным стилем это говорить, такие интересные образы при этом народжаются, а это математика. Про что она? Мне подалось, что на угол, вот, когда он вернулся до политики, тут была некая такая надея на то, что с проходом Пилсуцкого нечто поменяется. Ну, но практически ничего не поменялось, и какая-то политичная деятельность была некая дивная. Самое смешно, самое интересное, это сгадка людей про то, что для Варшавы там летний забили, потому что он хотел землю все отдать, и его там стреляли в Варшаву. Но это не находится под свержением, ни в каких документах. Или вот, тут лучше это такая особливость памяти людей, что пан землю давал. Хотел дать землю. У меня два маленьких питания. Первое питание, ось давно мне возникло, а другое, ось, народился учёра, больше там, как раз таки, насчёт подмогу до лекции. Первое питание, какие мовы ведал Роман Скирман в Оголе? Там английскую, французскую, может, было как раз таки питание с его адукацией. А другое питание народился, ось, учёра, тому, что, прочитав, что вы подкреслили, что этническое имело значительно меньшую вагу, чем социальное. И сегодня про это сказали. Так вот, другое питание, как раз таки, ось, связано с этим. Тому, что, тоя ж пара сейчас находится на Полесе. Те люди разговаривают на говорках, вельми близких до украинской мовы. И даже в начале 2020 года, это ж всеми этноровами залечалось до украинской этнической территории. Бокарский, например, не включил склад территории Беларуси, и эти районы. А вы сказали, что вот сегодня, что вот Скирман сказал, что надо дать увагу на сельянство, надо быть с сельянами, с людьми. Так почему, Скирман, например, с украинцами, на Украину не ориентировался? И он сказал, что его не было, с Фольдунова, из этих Полесиков, что это часть украинской нации, украинского сельянства. И он решил, что это беларусский. Почему так? Например, сегодня же Винцент Гатлевский сказал, что Скирман, Роман Скирман, и он сказал, с таким украинским акцентом по-беларусски, шоком там. Вместо того, он сказал, что? На Полесовский манер. Почему же он стал таким вот представником беларусского руха, а не украинского? Видите, вот эти пытания на фонд Новый, это же разное пытание. То, что Карский не включал, он не включал не в этнический ареал Полеси. Он не включал в ареал беларусских говоров. Полесиев, сходи свою карту, в ареал. Это мыно там выпало. То есть, он скинулся, и тут какая ситуация? Конечно, он володал в этой Полесовской говорке. И в том числе, когда он говорит по-беларусски, тогда лучше на такое местовое это говорце сказал. Ничего украинского абсолютно там не было. И больше того, он сейчас специально ездил в Киев, когда уже Украинская Рада стала на ноги, пошла претендовать на Полесию по-беларусски, по-беларусски. С кем он поехал за это молнией взмогаться? Есть и перомоги. В этот раз создавали Раду БНР. И эти перомоги тянулись очень долго, до конца ничего не изразумело, как они там отбывались. Он сидел долго в Киеве, подобно, что немцы его не впускали назад в Беларусь. Некая была за этим проблемой. Тут национальные не. Ну вот, можно сказать национальные люди в таком сенсе. Про это писал Юзеф Абрэмский. Такие великолепные достижения в Полесии, межвоенных шансов. Он там в 1934-1935 год прорывал по методике своего наставника Бронислава Малиновского. То есть он вживался в это этнос, его выгушал там. Он писал про то, что национальное пришло на Полесии в 1934 год. Но за этих Полесиков смагаются три национализма. Польский, украинский и белорусский. Если бы они не смагались и им тяжело к Полесикам. Если бы это избавиться этого уплыва, то сформовался, а если бы свержал в Брэмске Полесуцкая нация. Сформовалась особенная Полесуцкая нация. И вот, говоришь про эту святость Нагеруна Крамана Скирунта, то, кажется, он был кроется, он был весь сейчас с Полесиком. Потому что сейчас есть несколько таких парашют Верми Цека, где он пишет артикул Рыса там обменности, болезни. То есть там некие полешутские аспекты, выразно в этом присутнише. Белорусскость, там польскость, это уже было, так скажем, ну думаю, наверно некой ступени политичным життём, политичными обставинами. Який там флаг, який стяг брать у руки, как будто вести политичное взмагание. А то, что Полешук краевец, это уже было таким самым важным. Наконт Мовы, Мовы, який ведает, ну могу только одно сказать бесспешно. Верми добра Волода в немецкой мовы. И он учился в Рызии, в гимназии, где адукация была на немецкой мове. Он подобно, что я не закончил, там никакая такая до конца неведомая история. За его последнейшие переписки с Марианом Сдиховским, когда был ректор английского университета, вот читающий, он там сгадывая английские газеты, какие читал, то есть подобно, что Волода еще английская мова. Вот про инше не могу сказать, а вот с того, что я ведаю, ну польский словник биографичный, артикул про Романа Сферу, там написано, что он в днете за нежами отрымал высшейшую юридичную адукацию. Но никакого подтверждения не могу, и мне подпадается, что это была вельми такая добрая самоаддукация. И он то, что он стратил, то, что не мог, ну, как молодой человек, ему не дали, может быть, батьки даже не дозволили термать адукацию, он потом это все навёрстывал. И когда читаешь его працы, ну то еще вот книжку про Юлюшу Словацкого, просто я был так, не шикарный, то есть человек, ну суконная фабрика, ну политичное действие, то да, и утра там заявляется книжка, в общем написана она так, как бы целый человек, не имеет никакую подрыхтовку, как специалисту, не там, ну поэзии, литературно-разнанцы пишет. Вельми цикавое разважание про романтизм Юлюша Словацкого, я бачу, что Словацкий для его ближайшим, например, так самая наша стереотипция Мицкий. Ну боже, вот это же каплица, у молодой. Ну то есть где-то польскую, русскую, белорусскую, украинскую, английскую и английскую. Ну да, а французскую? Ну не могу сказать, я не знаю, что в никаких складах на французской мове не видят. Вот да решишь, что таков момент, надо посмотреть, что могила Романа Скирман, ты ее ссыпаешь. И дверь. А? А? В Владимирский парк. Парк. А литикава то, что их дверь, эта могила, и они находятся у разных мест. Ну вот близко, правда, там отлеглась, может метров сорок. Ну а литик, вот тут приходишь, бачишь, польский девяж Роман Скирман. А ты ходишь метров тридцать, и бачишь пахованный белорусский политик, Роман Скирман. Такая, у них дикава, такой символ нашей истории. Такая была вольная, но вот, некраспалась, и с Кирова таки долгий сейчас не вел. Неводная могила, зараз, аж две могилы. Я, короче, в польской фестеральной графике я забыл больше, что документы, я так раз имею, в польской, в польской заховалась. А так про это? Вы там писали, что у них, когда ты давал интервью, и он поздавал себе как Беларусь. Как поляки? А не я. Вот видите, когда я знаю про польскую историографию романа Скирман, то недавно вышла книжка, не помню, это была докторская праза, какой-то пресвеченный имидж, что так само там, заканчивается, там атака кроется, роман Скирман загадывается. Я пошел, что Скирман, я пошел просто гляну, там в книгарне стояло уголовление, там где спис, именные, вот и слов у них, и бачу Скирман, пошел глядеть, и нашел там сенатора, ни романа, ни какая там, Марьяна Скирман, они же там на прозвище работали. То есть вот для польских науковцев, польских историков, роман Скирман сегодня еще абсолютно не текал. Константин Скирман так, и до следований его вспоминные пера выдали. Шпопер, недавно выдал книжку про Констанцию Скирман, яка вот решил, тут так само текало, знаете, коли казать про Скирман, то тут треба и так уже романа, и иншек, можно казать про такую внутрисемейную дискуссию, кто они, что они, и какая будущая такая белорусско-литовская края. Буколи Константин Скирман, и он там, и денешевый активный польский национальный дияж, там, и был сторонником польского национального комитета. Констанция Скирман, и она себя лишила литвинкой, и она занималась популяризацией истории Литвы, причем, истории Литвы этнографичной. И весь час мкнулась до некого такого поразумения между литовскими и литовскими политиками. Вот. То есть, и она, про себя, ей казалось, что она литвинка по похожим, и по национальности. Вот в литовском его не было. И Роман Скирман, третий вариант. Тут такой уражен, что вот некая такая была семейная дискуссия с ним, и Константину, и Констанции. Вот Роман Скирман знал свой отказ на то, и кто он. И отказ, как я грунтовался, именно на этой земле. Не на Польшу, как у Константина, какая там, не на Литве, какая там у Констанции, а вот на этой земле, на ее интерес. Вот эта Беларусь, для его, конечно, великой ступенью, в Беларуси, мы в Полесье. Ну, али вот украинских неких таких замилований, то абсолютно вот немощимо, знаете, больше того, супра такой украинской имперскости. Он там был, в тексте, пишет про такую имперскость Украины, что она хочет это все поглубнуть под себя, в Полесье. Тихо, в Санчарске, ты побуджал на такую пошуку внутричности своей? Ну, только чтобы ты здесь шукал. И она не была такая, что вот она сформовалась, и он человек с Гатым живее. Тут бачишь весь сейчас эти процессы, это все изменяется. Польский политик, краевый политик, белорусский политик, снова польский политик. И вот первый мой артикул я корректовал Венцу Квишорка для спадщины про Роман Скирмонта. Назвал его Венцу Квишорка назвал Роман Скирмонт «Шлях до Беларуси». А потом я уже позднее занимался тем, начал думать про некие там первые джицы, как шлях от Беларуси. То есть это такие вот процессы, Питания. Вот я разумела, что в своя ком не было. Кто зробил могилы этой? Кто ну помник, я вижу. С политикой полиции не не на польской море с площадку заявился помник на польской море. Это было на площадку 90-х годов. Это зарабило польское товариство в Пинску. И когда я разговаривал с людьми, мне отекало, сразу это все затекало, сказали, ну это с Пинску проехали, потом доедутся, чтобы там некая польская сухолка была. И меня сразу сказали, а ли там с Хермунт не лежит? Ну а чему вы не сказали людям? Какие оставили крышу? Там ксенз был так самый. А нас никто не пытался. Ну это полюшики. Они пришли, там стояли, а они сами шептались. Я бы там не могу оставить. А другие, другие, ведь текало было с другим, потому что другие заимовались позднее. И до 2005 год, заимовались уже белорусская модила, заявляется побольше недалеко. И пытаются людей кто? с руками. Не ведаем. Никто не ведаем. Никто не ведает. А потом в школе там есть вельмитикавый музей. Края была без строительства. И Евгений Янишец. В этом музее я знал, что улетку Края. Белорусская организация Края. Я подумал, что это подобно, чтобы это была экспедиция Края. Ну, когда он основал еще. И Края на это поставил, как я вот помню, в иншем месте. А снова вот что они там поставили, ну ну вот добрый пан, это все ваше интервью. неужели они не могли вместо местовые селяне это поховали видно. Ну кто-то с лесу это. И про это не не они не ховали Романа Скирмунта. Романа Скирмунта поховала, то есть первая заховала после его забойства его сестра Алена Скирмунта. Это был 41-й год, когда пришли немцы. А Лену Скирмунта потом забили партизаны, спалили той палац. То есть они так они рабили. И когда я расплатывал людей, что было, да? А вы ходили на похование Романа? Не, мы все сховались, а мы боялись выходить. То есть польжики все ведаются. Ну вот ни шока никто ничего грабит. И больше того, когда мы в Киршуне были молодые, мы бачили абсолютно внишенные родовые могилки, то выросли на вести там некилат. Знаешь, там налад технику, свесовет нас подтримал. Мы там два дня працевали, медведь тяжко працевали, все расчислили, там был смертник просто. Засыпали раскопанные могилы там. Поставили могли там крыжи, там собрали могилу, это помог экскалатору, там 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 были помники, какие мы собрали. В развод я приехал, снова смертник, снова все раскопано, снова все просто знишено и чану. И потом, меня зрозумел, что мы сами хиба виноваты. Не требовало так родить. Мы пришли и зарабили парадок. Кто мы такие? Чужие некие с города приперлись и будут зараз у нас тут наводить парадок. Это наше место. То есть требовало не к мясу поднимать, разговлять как они сами работали. может, так тяжей было, потом это все не шеет. Но зараз там парадок, там Батькова в улице. Я бы хотела еще сказать, что цитание можно называть не только дотячно темп по Скирманту, а также дотячно русской истории, как, ну и разные и диковые это. Дорогие тут могильный пломник Александра Скирманта. Это Батьки, да? Да, это Батьки. И он помер в 1909 году и закрывались в описании могилы. Его там несли 8 км на руках труну, несли саляния спорядша, у Молотова, упадя за его допомогу при отмене прыгона. Тут память еле не добра заховалась про то, что он там робил, я так ладно не еду. когда меняли прыгон или нет применения активного денежа на коры салян. Но при нам сознание, что только одно, когда делили уже землю, когда пошелись обукупные платежи, то там не так поделили землю, что вот Александр Скирмант гублял шмат земли. То есть салянинек больше взяли, чем володали до чертая земля, на которой працавали до обмену. При этом его не выкликало это никаких перейшин. То есть там не было спрыжки, не было конфликтов звезд. Подобно, что готовы линейшим поступиться, деля там, ну, я еще одна ваша студентка, якая глядит эту лекцию онлайн, а на конт унушки Скирунта вы сказали, она сапрады была от Катерины Сережка? Нет, это не от Катерины Сережка. Уже казалось, что моя романтичная версия про кахание Романа Скирунта до одной женщины это была иншая Катерины Сережка. Не, ну, я так, я, конечно, запытал от Кольгу и то есть я, я так вот строки бы ушел, у меня женщина говорит, что я наук знайшел, пройдя в роду Скирунта. Ну, и сцена не так само понимается, что не подтвержденный факт и так просто, что... Ну, та женщина мне сказала, когда запутала от Кули, вот, как это, ну, уже вы помыляетесь, она говорит, что памятная была маленькая, пусть я не несу, судили я бабулю. Вот. И дед сказал, как ты могла? Бабуля сказала, я же для вас старалась. А на конце там вот и есть, люди распоминают, что с ними сталося. Вот. Некто, одного из них, он был лесником, вывезли, была первая депортация в 1940 году в Сибирь. И он, дальше вышел, потом вернулся, побыл в Париже и съехал в Польшу. Вот. То есть, некто загинул в войну, там четыре сыны, и вот, ну, их вес так не обозначено, или обозначено, и, то есть, так пунктирно, потому что, ну, никто за Экскирмантом это им не был, и шукателем не складанно, то есть, прозвище тогда, что-то было Терешка, и вот, ну, или же все, и это впади, и просто все это раскидали, разметали. Ну, там было десять детей у семьи Александра Скирманта и Теофилы Любанской. Десять детей. Вот. И их только один сын взял шлюп, или не имел детей, и две дашки брали шлюп, у одной было двое детей, или уже не Скирманта, другой было шестеро детей, или так само уже не Скирманта. То есть, там некая цикавая ситуация, и с теми же Молдовскими Скирмутами, там так само, великая семья, и Немана Шаркова просто. Все это некуда так, было вынишено, и с чем это связано тяжко сказать? Что там отрывалось? Я уже думал, что может, с медиками треба консультоваться, может это некая... Не, ну тут все правды, тут просто вот, когда глядишь родовод Скирмутов, Скирмуты со Скирмутами, как они часто брали шлюп. Скирмуты Рожешки, Скирмуты Орды, вот три-четыре прозвища, какие весь час, вот одно и то же, что переплетается и пересекается. И дальше вот этот швагер, Скирмут, за кем забили Роболислав, забили Романа, и он не был, он был вельми далекий, некий свояк Романа, он был мужем, и его сестры. То есть, ну, я не медик, не специалист, то есть, я такой чувствую, что это может повыплывать. А я сомневаюсь, что это так с оправдой, может быть таким вот... Ну, то есть, рот там был велизарный, и все вот мне просто замерло, затухло и так, изникло. Нам вот без совета, без 39-го года. Я сам родом с этих мест, и меня интересует такой вопрос. Причем, деревня Велесница и Холожин. Слышали вы эти деревни? Да, Велесницу я был, Велесницу записывал. Велесница, до Холожина ведет такая сельская дорога. И там раньше был польский панжур, был моноток польский. Мне очень интересует, что там было, кому он принадлежал, а тут он жил. Есть у вас информация? Велесница так само были с Кирмандом. Тоже самое Роман? Нет, там были иншие. Там вот, у меня была экспедиция одной, что я попробовал объехать все сетые майонки, которые належали с Кирмандом. Мне тяжко зараз сказать, какая там была совесть свояцкая. То есть это все были польские с Кирмандом. Ким приходились до Романа? Не могу сказать. Но их была вельбешва. Али там, видите, какие были с Кирманды, про каких люди сказали, так сказали, ну, який он был пан, он ходил в таких полотняных штанах, как и мы. Он с нами рыбу ловил. То есть там были такие, ну, они были небогатые. Жили просто, жили так само, как в селяне. Али, когда пришел 1939 год, все мужчины с роду Скирмандов загинули. Загинули по-разному. Когости там забили, они были особые там активисты, советские хулиганы там. Когости вывезли и загинули. Один застался в живу только тому, что некий выброс из Амежи, и потом воевал там и в Франции. Он загинул уже, боевшись с немцами. То есть вот оказался, я спробовал, знаете, следы. Усе мужчины. То есть это была некая операция, ну, неведы, по вынишению Скирмандов. Они просто так взмогались за все этой шляпой. Никого не осталось. Жаншина вот эта Тараса Скирманд, про которую я сказал. Ей из мати в Казахстан. Ей было там четыре года, когда отправили в Казахстан. И она выжила, оттуда вернулась. И ведь ведь такая жаншина, она вот в Шматробице, она в Бакинише, где был, ее патья жил там. Там не просто спалили палац, там котлован выкопали на месте этого палаца. Там просто заходишь в ту вёску, там котлован у середине вёски, там где палац стоял. На вождь его было копать, так и не заразумел. Она поставила там каплицу, у нее к памяти это заховывается. Ну и тихо, она вот замешанная была разговаривать, потому что приходишь до пани Терезы Скирманд в Варшаве и думаешь, что сразу никто такую в эксталционную паню бачит. Там пани с такими просоитыми руками. То есть она вот, ну вот, такой был детец, такая была молодость. Потом стала инженером, працавала, и зараз она же ей верьми не богатой, хвореет, а проблема её там с... Абсолютно проблемы со здоровьем, а я знаю, где есть ротки, весь час как эту память там скинут, в ней кушеновать и потрылить. Вот если у меня в эту дату тут есть проблемы, или проблемы уже не только у меня совых людей, а только проблемы просто в нашей державной полиции. не только люди, а сама держава, не что думала про это. Там вот я не знаю, что будет зарастым винокурным заводом с его решетками в Париже, потому что тот крупный завод уже развалился, а там вельми пригожий будинок, так. Такая вот архитектура, промысловая архитектура, где можно было бы нечто заробить, а не кто там что, музей. Ну, выдактным был бы музей. Потому что я бы некому побывал внутри, ходил, глядел, там есть что заробить. Таких мало засталось у Беларуси будинком. Это 70-е годы, 19-е годы. Вы сказали, что там было довольно шмат фабрикантов, ну, двух людей, которые работали на фабриканах, заводах, а после этого мы рассказывали про то, что люди про Фрацию все ровно мере явления на Фрацию на земле. То есть они побывали много ли? То есть это довольно великое количество людей, которые не лишили так самыми, кто работал? У меня было веяния сикавого питания, то есть меня застекает, то есть это фабриканты, которые отрыгивают там 30-40-50 рублей в год, это были великие гроши для селян, которые на всем готовом живут, про которых сказали, что когда им имел жонку, то жонка могла на печи целый год лежать. И не требовало ничего делать. И мне так удалось, что может там поручания будут сэс-дрозтицы, ничего подобного. Яны просто абсолютно от их фабрикантов ставили ниже себе, потому что яны не имели земли, яны не были господарами. То есть как человек... Ну, я так разумею, там 600 человек, это ж довольно великое колькость для населенства. Я не знала, они были плодиться, жениться, как бы это... Видите, вот на хозяйственном уявлении вот человек становится тимушина, становится господаром и становится самостойным, коль мая землю, коль прозой на земли. И как эти люди зародяли гроши, они имели земли, не котировались, и коль была можливость, они отыходили с лаврики, купляли землю, становились оселянными. Это изначально ритуально. А вот и другие, то есть создавался, ну гроши мают, ну что еще? Нет, он над сегодняшним уже явлением так это все пошли наше оценит. Нет, он вагонное, и он не мает земли, значит, он никто. Он просто никто. Вот, я не буду ставиться с повалой тому, что он ничего себе не уявляет. Ну что, ну мает гроши, ну а землю ты мает? Нет, ну сын. Так про что разговаривать? Это вот, для меня цикало, так и самому. Это правильно, Тареша, у меня была думка. Я вас потребую, мою персональную. Можно еще питание, вы спросите историю, потому что вы испытывали сельское населенство, почему бы вы вот эту Терезу с Кирмут не попытались, а любых других представителей, ты же Любанских там, что не Грунтик, то Скирмунтик, что не Морда, то Орда. Почему Ордов не попытались, потому что ее же ж, зараз в Польше живусь, я разумею, что это может финансово трошки, а лишь треба ж и таких людей пытались. Мы еще с Терезой с Кирмутом разговляли, записывали ее, вспоминания есть, вспоминания про Казахстан, и другие, а другие, это очень сложно, потому что, надо однослово шукать, а потом, что-нибудь расскажут, они про роман с Кирмутом, нет, я помню, про однослово с селями, у селями не было святомости, и святомость была в элит, или интеллигенция, или маянтковство, так треба же их пытаться, вот, мы справуем, что нет, это не Украина. Ваши интервью все на российской мове, там, они вам отказываются? Нет. Ну, я на свое и пришла. Я не расповедаюсь по мясцовому. Не-не-не-не, там есть так, там есть по-белорусски больше-меньше, есть на полишутской говорце, где так фонетика украинская вы разно обучить, соловей тоже, по-украински лучше обучить. Вот, на российской мове там были, не часто были, а не были, то есть, люди, они каваны, нам отказывали по-российску. Ну, с полишуками, или митикава, разговаривать, я, говорит, первый раз приехал, мне митикава была под шутку, украина, полишутскую говорку. Я к некольких годах уходил, не мог я под шутку. Потому что со мной разговаривали, вот так это, по-российску, по-белорусски, по-российску, там, ну, тросянцы разговаривали. Только потом я разумел, потому что я для их чужих. Полишуки разговаривают по-своему со своими. Потому что, когда я еще раздавна, повелось, что полный такой социальный рейтинг на снует. И вот с полишук этим социальным рейтингом самый низ. Выше и белорусы, выше и русские и поляки. И признаться, кому стено, то же самое, как мы пытались на Полесе, приехали. Где Полесе? Там, Полесе, там за речкой. За речкой приехали. Где Полесе? Полесе, там за лесом. За лес приехали. Где Полесе? Ну, нема тут Полесе. Едьте вот туда. В речке-речке, это было, сдается, в Вестеде, Мелеш писал свои Полесские хроники. Знов до деда, пристали Полесе. Нет, тут нема Полесе. Ну, и Мелеш у вас жил, жил, Полесские хроники писал, писал. Так у вас Полесе? Ну, у нас Полесе. Полешуки у вас есть, у нас нема Полешуков. И то же самое с этой мовой. Им не хочется разговаривать по-своему, потому что задается, что они покажут, что они вот такую вот. Вот я на Полешуку и думал, что за этих Полешуков взять? И треба стараться. Ну, Федор Климшок, распорядок и сам из Полесе, его размогу с жарчиной, это, некольки разов до места, не до места казала лошадь. И он специалист по этой мове, был так просто ураженный. Какая лошадь? Ну, я к этому на Полесе можно казать, что человек может казаться лошадь. А она просто хотела показать, что она отрукованная жарчина. Что она вот ведает такое слово, прям уже лошадь. Ну, тут нема, тут российская мова нет, только вельмеду каваны. Ну, тут просто спятилька с ножом, что же пришел, треба показать себе, вот, взлепши на пол. Пожалуйста, для вас. Олесь, смотрите, а вот, чем мотивация вашей такой деятельности? Деля чего вы, вот, расповедаете про эти, про Скирман-топы, про их мотивацию? Ну, не просто, вот, Татьяна Водолажская пропоновала рассказать, тут я и рассказала. Ну, я не знаю, о базах этом. Все ж таки, вы разумеете, что вы, это ли актер Робби и Торби. Мотивация, в чем это? Не, ну, мотивация тут, голодным шином связана с тем, что, мне хотелось бы, что? Пишите книгу. А, ну да, я пишу книжку, нареште, пошел писать текст, книжки про романа Скирмута. Для нас нет, это головное, головное простое, что мне хотелось, как бы так, люди, вот, ну, текавилися густные истории. Эту густную историю, их заповывали. Это не тяжко робить. Это, видимо, текавые ручки, которые просто отыходят с поколениями. Наш мат была гисторик, когда мы приезжаем, нам говорят, вот как бы вчера, вчера приехали, типа завчера приехали, вот таки текавый человек помер. А? Когда записываешь, это вспоминно людей, тут саправды, вот, с кожным человеком отыходят с поколения, доходят лишь такое, вельми важное, которое не поспели сказать. Вот эти люди письмо к густовинам не покидают, это одно, а другой уже казалось, что письмо к густовинам это специфичная речь, это совсем меньшая речь. Письмо к густовинам они сами рдагуются, рдагуются, поправляются, потому что это застается, вот, и человек, который пишет, это густовинам, мои мотивы их написать, что там, показать себе добрым. Это не что-то иншее сказать, мотивы, которые до конца не я думаю. А вот, когда начинаешь вести эту гаворку, тут это уже сникает, тут просто вот, саблево, ну, беларусы, ну, такие народы, может, не одразу, или против. И, может, интересная вещь, просто доведаться про тех людей, про самих себе. Вот, может, вот, какая. Нам проще та не выдалась, потому что, ну, это головная, все же таки вопрос. А, старались, вы же сладите экспедиции и ладите, вы шерки на третьей стены. Какие еще темы, дополнительные методы густой истории вы расследуете, кроме ароматуры? Ну, темы у меня шматы было. Тут про все казацки уже не важно. Например, в свой час я робил экспедицию, какая мне сдавалась, не имела никаких шансов на постах. Мы ездили в Майонток Кухтичи, Таузинский район, на Миншине, там был Майонток княгини Марии Магдалины Радиме. Наши? Завиши. Ну, да. И она съехала, а то лише, там, в семнадцатом и восемнадцатом годе, и мы поехали в 2005, сдается, в годе. Ну, прошло, маль, сто годов, кто нам что может там рассказать? И оказалось, на самой справа рассказывать. Мы, знаешь, езжи одну, женщину, какая нам отпамятила, по парку нечто рассказывала. я тогда написал артикул, я назвал ей слово «Милос Николи не забудет». Там так само все сруйновано, изнишено. Алия заховала свершая память людей, которые памятали то, что батьки, а батьки рассказывали и про двадцать, и про тридцать годов, после того, уже не было там Радиила, не было Завиши, расповедали, и расповедали про это. Так само казалось, термалась очень интересная речь просто. Можно вот это вытягивать, но можно вот то, что я казал про другая засветная война, вот это пытание, чему немцы забивали жидов. Это таки текавые просто власть тут скрывается, относится к белорусу до Габрееву, до жидовского насильства. Вельми текаво для анализов. Не хочу тут никаких оценок давать, это вельми текаво. Ну и самое розное тему можно брать. Вот я думаю, например, было выдатно поднять тему за расколлективизацию запутней Беларуси. Потому что это подеи конца 40-х, в початку 50-х годов. Это живут, это удельники. Коллективизация это сопроводная просто, смотрите, революция, не только там господа, это революция просто в голове, в мозгах. Я веду историю своего деда, которого там загоняли в колгас, так он режиссерст плюнул, кинул все и поехал в город на фабрику. Лутковался. Просто все это кинул, как только нести в этой колгасе. Вот это вот коллективизация, мы только ведаем про коллективизацию в Сходней, Беларуси в БССР, про те репрессии, там инши-инши. Заходняя Беларусь, вот эта тема абсолютно, она так не поднята, не узнята, а можно ей поднять межиншин с допомогой этой устной истории. И тут живые люди, которые реально там удели, что не памятают все это. Чем это было для заходней Беларуси? Тех колхозов. То есть тем настолько шмак, можно узнать, и узнать темы, связанные с репрессиями. Вот мы сегодня подумали в архиве Беларусской Головской партии областной истории поднять тему, например, память про перебородового. Веларусь, это просто так, за увага на поле 21-й, 21-й, 17-й столовой, где некоторые разумные в двух актах фигуруя Галена Дубьянская женка с Гермонта. Не разумно. А Лизавета просьба сейчас своё, а женка с Гермонта. Потому что 6-ти лет не декабы. Олег, у меня на код памяти лет двух, или велика не декабы. Вы говорите, что 2-ти лет не декабы вы означаете память лучше, как процесс. Память не как архив, не как банк даденых, а как некий руховый процесс, что оценки меняются у залежности от смены ситуации. Память с неким чином меняется. И на кольку вы сутыкаетесь именно с этим феноменом, с памятью, в процесс возрастной истории, в том смысле, что у кольки это, скажем, связано с тем, что умовно называется национальной памятью. И есть такое понятие национальная память. Мы часто говорим о национальной память, о процессе формования национальной святости. скажем, такие речи 70-х годов коммунизма выбили с национальной памяти для них такие речи. Там она 13-х годов до коммунистов про все больше России, про все проходит так, до чего он делал символика. за 70-х годов вы не задаете ни в одного старого человека, только это память. И мы говорим про национальную память, которая сопротивляется во всех народах. Есть коллективная память, которая глубокая. Не память двух-трех поколений, а там 100-х годов. национальной Вот как например спробовали у Заслауев найти 5-х годов и меньше следы ровня. И что вы думаете? А шли? Что скакала прозручая и сгубила грабинщика. Но это такие трудные речи приватные национальные памяти и национальные устроили национальную память. И насколько вы с этим затыкаетесь? Ну тяжело сказать, но тяжело сказать, потому что такие речи которые связаны с национальными аспектами это подумали, что Алексей Востовский эксоциолог исследовавший символы национальные памяти больше разговаривать с людьми. Мы больше разговариваем с людьми, которые прожили национальным дискурсом. Я памятник в 1990-х мы разговаривали с людьми, анкетовое пытание, не в отрывной серьезной речи, а потом по национальности. И в 90-е годы это пытание выкликало просто шок, практически 100% с кем мы разговаривали. Были такие отказы, ну ранее был поляк, а зараз человек начинает думать, ну хиба я белорус? то есть человек прожил уже все 80-90-х годов, его это пытание нет, пытаемся промовывать. если они не измешивают национальные и этнические отношения, то сегодня все белорусы, с кем мы разговаривали, национальные этнические вопросы, а именно краю, территории, истории. множество 15 18 20 20 20 20 21 21 21 21 22 22 23 23 Ну, спробовали мы в законодательстве проблему повстания 1963 года, некие такие аспекты, национальные, ненациональные. Дальше память, правда, заховывается, особенно в шляхетских вёстках, ну, там столько рассказывается про это, и не только в шляхетских вёстках, это есть. Ну, слушай, некие национальные, ну, что тут вот национальные? То есть история своей земли, своего края. Может быть, и так до высотково-глубоко ведали, то есть ведались, тут некие такие, на узровне легенд, мифы внешне начинают заявляться. Так, когда мы працевали под Мазыром, меня не затекало, что там в некольких польских вёстках пошла экспедиция зауваживала, я пошёл задавать людям пытания, разговаривать на тему, откуда поляки там намазышли. И рад там, что тут вылезла такая память про что сырое поспалитое, что мы тут, мясовое поляки такие, ну, они польское, мы его не ведут, сказали, что там до старого года было больше. А старый опыт, старый опыт, ну, там, у меня же рысое поспалитое количество было вельми давно. И про эту вот память мы вытянули, про эту память. Беларуську, нажали, вот так вот вытянуть, там, не отрымливается. Али речь поспалитая оказалось, что, ну, как мы тут жили, до старого дуба мы были. Тут, как ты, речь поспалитая. Дякую. Так, я думаю, что, может быть, заканчивать сей инферекцией. Дякую, шановную. Вам дякую. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...